Быстренько пройдемся по немецкой тройке. Audi, конечно же, главная премьера. Новая Audi TT. Машина построена на платформе MQB. Стала чуть короче, но колесная база увеличилась. Два новых двигателей 230 и 310 лошадей. Оба 2 литра турбо. Ну что, красивая машина получилась. Реально, мне машина TT понравилась. Audi S3 обновленная тоже получила 2-литровый мотор. 300 лошадей, 6-степенчатый С-троник. До 100 обещает разгон за 5,4. Мне кажется, не так уж и плохо, при том, что это такой достаточно большой кабриолет. То есть, с полноценным салоном и, в принципе, не экстремальный спорткар. 5,4 очень даже неплохо. Ну, салон в классическом, в классическом сериале Audi. Вот у нас рычаг S-троника, M&I. Сбоку, естественно, у нас большие колеса. Хромированная S-сорбез, двойной выхлоп. И такой замечательный синий цвет. Ну, мне кажется, в России, конечно, она не будет популярна. Так как кабриолет, а вот S1, может составить серьезную конкуренцию нашим горячим хэтчбекам. Потому что в эту маленькую машинку они засунули двухлитровый турбодвигатель, 231 лошадь, шестиступенчатую механику и полный привод до 105,8. И это быстрее, чем у любой горячих хэтчбек, в принципе. И плюс у этого автомобиля... Ну, в Германии обещают 30 тысяч евро. Я так думаю, что цена не будет высокой. И плюс в том, что, естественно, в отличие от горячих хэтчбеков, здесь уже есть полный привод. То есть это, в принципе, и в какой-то мере в автоспортивной жизни вот этих вот гонщиков и конкурентов ARX, Subaru Impreza ARX. Может поспорить с ней по разгону автомобиль. Ну вот не мог я пропустить, как большой фанат старых ограниченных спортивных, то есть имеется ограниченная версия, да, спортивных немецких автомобилей. Audi RS2 совместно с Porsche на базе платформы Audi 80 Tavan сделал такой суперкар в Офовиче Шкуре, который имел знаменитые 2,2-рядные пятерку. Вот 315 было лошадей, естественно, механика. Машина разгонялась до 100 за 4,8 в секунду. Представляете, в то время ни Феррари, ни Ламборгини не могли обогнать этот автомобиль, но это была просто пушка. Это был шок. Даже если вот так подумать, 4,8 до 100, ну и взять, если М-модели BMW, не каждая, например, сейчас может показать такое время. А это был 1994 год. Ну, шикарная машина. Это такой исторический памятник. Ну, вот, смотрите, BMW, сплошные розетки, удлинители, электрокары, вот, как магазин электротоваров. Далее проходим дальше и видим, ну, что переднеприводный компакт-вен от BMW. Ну, с одной стороны, понятно, что компания хочет завоевать рынок в любых классах, да, но с другой стороны, мне кажется, как-то она теряет позиции с точки зрения driver's cars. Вот, поэтому было неинтересно на стенде в этот раз BMW. Мерседес представил новый C-класс. Машина стала больше. Что значит больше? Естественно, она стала шире, длиннее, да, но немножко пониже. Но с точки зрения дизайна это 100%. Для Мерседес 100% узнаваемость, красивые фары. Машина выглядит, как такое уменьшенное, ну, как в стиле 222-го Мерседеса. Но это не по-выглянному просто уменьшенной какой-то копией, там, просто взяли уменьшен. Есть здесь свой стиль, свои линии, вот эти вот боковые ребра, да, красивые колеса. Все в стиле Мерседес, то есть хром, серебристый, серебряный цвет. Ну, для России, вот, из бензина у нас представлен 1.6 турбо, 156 лошадей, 2-петровый турбодвигатель, 184 лошади. Цены отвечают от полутора миллионов рублей. Ну, естественно, дальше в космос, вот там рядом стоит полноприводный C400. Тоже. Ну, вот, я могу сказать, что это, скорее всего, какая-то была максимальная версия. Ну, потому что здесь было все так отделано, дорогое, там, алюминием, кожей. Но, тем не менее, здесь надо сказать, что был руль с механической регулировкой. И тот знаменитый вот этот вот вставка под дисплей, как iPad вставленный, да, как какое-то инородное тело, как дополнительная опция. Все это смотрится. Но, я не понимаю, и А-класс, и Б-класс, такие вставки, и С-класс. Не обошла эта идея со вставным вот этим вот планшетом, как бы, да. Ну, а так, действительно, все новое управление. Дефлекторы, полированный алюминий, что входит в моду. Руль очень, так, сделан качественно, конечно. Все, мы считаем, для автомобиля за полтора миллиона, это очень неплохо. Строчка, кожа, в принципе, классический Мерседес. Мерседес остался Мерседесом, а то он выпустил все-таки автомобиль, который можно назвать полноценным, то есть С-классом. Спидометр, тахометр, портовой компьютер, естественно. Трехспецовое рулевое плесо. И также он представил С-класс купе. Тоже спереди и сзади это 100% Мерседес, и огромная звезда, и фары. Тот же самый классический серебристый цвет, как серебристые стрелы было в свое время, и в Формуле-1. Красивые колеса, огромное купе, конечно. Но вот сзади, вот эта вот форма, она неузнаваема, как Мерседесовская. То есть мы посмотрим, не классический для Мерседеса вот это вот заднее решение фар. Если вот закрыть, взять руку и закрыть значок Мерседеса, можно и не узнать, что это Мерседес. Естественно, машина оснащается именно V-образной восьмеркой с двумя турбинами, 4,7 литра, 455 лошадей. Салон, ну, поразил. Тут вне конкуренции два огромных дисплея. На всем счетке, вот я закрыл дверь, и тишина просто начала давить на уши. То есть появились такие у нас электронные приборы. Прекрасно видно, да, что ни намека, ни на какой-то механические стрелки. Шикарный отдел красной кожи. Это классические дефлекторы. Вот, кстати, это сейчас фирменная деталь Мерседеса. Дефлекторы, они даже вот Мацейла сейчас ведут такие же. Что-то этот немецкий журналист начал стукать по панели, так забавно задорился. Что же там интересно, он такого нашел. Ну, здесь Алькантара. Вставки кожаные везде, конечно же. Ну, и звук, кстати, такой, да, дубовотенький у этой панели. Действительно. Ну, классическая регулировка сидений в стиле Мерседес, конечно. Но салон сделан очень хорошо. Даже сзади поместится, мне кажется, два взрослых человека по полной программе. То есть никак не ограничивается. Сейчас я вам расскажу про мощных американцев, про Феррари и то, что сделал джип с новым Cherokee.